В эти выходные, 13 и 14 сентября, уникальная трасса, расположенная в Олимпийском парке Сочи, примет этап российской серии кольцевых гонок. Спортсмены вчера у нас прибыли на трассу, они разместились, сделали лагерь и команд. Каждый имел возможность пройтись по трассе пешком, проехаться на велосипеде. Так что, в принципе, изучили трассу и сейчас, через 10 минут, у нас начинаются первые тренировочные заезды, где каждый опробует на своем автомобиле автодром Сочи. Это официальное первенство страны в статусе чемпионата и Кубка России, которое проходит с 2014 года. Участники кольцевых гонок первыми проехали по конфигурации, спроектированной для проведения гран-при России Формулы-1. Перед этим они не смогли сдержать эмоций. Я горжусь, я не могу ничего другого сказать. Я не знаю, сколько на это денег потрачено, я не знаю, сколько на это усилий потрачено, я не знаю, сколько стоило это международных решений и прочего, но я просто этим горжусь. Конечно же, я хочу его выиграть, как и предыдущую гонку. Трасса для всех, для нас, для участников новая, никто еще не принимал участие. Мы ни одного километра здесь не проехали. Единственное, что нам удалось проехать с тренером, ознакомиться с автодромом, посмотреть, из чего он состоит. Конечно же, это будет самая скоростная трасса в России. Естественно, она ожидает Формулу-1, королевские гонки. Прямые очень большие, скорость будет крайне высокая. Для зрителей это будет очень интересно. Новый автодром был построен специально для гонок Формулы-1. За неделю до проведения российского этапа Формулы пройдет Гран-при Японии. И сразу после гонки болиды будут упакованы и загружены в шесть Боингов. Таможенные службы и службы аэропорта уже готовы для проведения всех необходимых процедур в кратчайшие сроки. С одной стороны, это полноценный этап чемпионата России. С другой стороны, это финальный этап тестирования всех систем. Мы провели все технологические тестирования. Сейчас мы проводим тестирование с реальными водителями, реальными организаторами, реальными участниками. Для нас крайне важно, как пилоты и участники себя сегодня почувствуют. Мы должны понять все наши сложности и быстренько их преодолеть, чтобы все те, кто приехал к нам через месяц, чувствовал себя здесь хозяином, чувствовал себя уютно и вспомнил Олимпийские игры и понял, что мы научились делать события мирового масштаба. Кстати, в Олимпийском парке теперь есть еще один болид, но сверхэкологичный. Шедевр декоративного озеленения теперь точно станет одной из самых популярных площадок для фотографирования.